Всем привет! Миллионы фанатов, а также простых пользователей ждут презентацию от компании Samsung, где мы должны увидеть множество интересных девайсов. Лично я жду смартфон Galaxy S22 Ultra, который получит топовые решения на 2022 год. На просторах интернета на данный момент есть практически все технические характеристики смартфона, а также многочисленные рендеры. Как мы помним, первый телефон Ultra данной серии был довольно ограниченным по цветовой гамме, но это будет решено в Galaxy S22 Ultra, который появится в различных ярких цветах. Дело в том, что на днях мы получили новые рендеры, которые показывают смартфон в необычном зеленом цвете. Изображение создал Парвес Хан, а этот человек, замечу, практически не ошибается в своих предсказаниях. Когда же нам ждать сие чудо? Анонс должен состояться в январе-феврале следующего года. Напоминаю, серия Galaxy S22 будет включать модели, собственно, Galaxy S22, S22 Plus и Galaxy S22 Ultra. Но почему последний получил такой интерес у публики? Дело в том, что, по сути, это будет новый Galaxy Note с поддержкой и местом для хранения стилуса, более прямоугольной формой и узкими рамками экрана. Всевозможные источники уверяют нас, что именно Galaxy S22 Ultra заменит на рынке линейку Galaxy Note. Решайте сами, правильно ли сделает компания Samsung, если пойдет на этот шаг. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra это отличный Super AMOLED LTPO экран с переменой частоты обновлений изображения 120 Гц, однокристальная система от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 898 или Exynos 2200, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ своей флеш-памяти, основной датчик изображения разрешением 108 Мп, а также аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, на что обращают внимание многочисленные пользователи, это, конечно же, цена. По предварительным данным, Samsung Galaxy S22 Ultra будет стоить на старте продаж 1600 евро и выше. Конкурентов, скажу сразу, более чем достаточно. Теперь расскажу, что мы получим за такую немаленькую сумму. Samsung Galaxy S22 Ultra будет оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой лишь 45-ваттной зарядки. На мой скромный взгляд, этого более чем достаточно. Зарядка позволяет за 35 минут зарядить смартфон до 70%. Как это принято в этом году, скорее всего, соответствующего блока питания не будет в комплекте. Все делается именно для того, чтобы пользователь покупал его за немалые деньги. А не как уверяет компания Apple, чтобы окружающая среда восхищала нас многие годы. Galaxy S22 Ultra будет оснащен 6,8-дюймовым дисплеем Super AMOLED LTPO. Разрешением 3200 на 1400 пикселей. С переменой часто обновления изображения 120 Гц. Многие люди даже не знают про данный тип экрана. Но я вам все расскажу. LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид. И относится к особому типу технологии, применяемой в OLED-дисплеях. Однозначно это прорыв, поскольку не требуется дополнительных компонентов между контроллером дисплея и графическим процессором для обеспечения динамической частоты обновления. Напоминаю, LTPO это технология, разработанная компанией Apple. Ожидается, что у телефона будут очень узкие рамки сверху и снизу. То есть будет действительно безрамочный смартфон. Камера получит главный датчик изображения разрешением 108 Мп с пикселями размером 0,8. Объектив с диафрагмой f1.8 и углом обзора 85 градусов. Широкоугольный модуль будет комплектоваться объективом с диафрагмой f2.2 и углом обзора 120 градусов. А также 12 Мп датчиком изображения оптического формата с пикселями размером 1,4. Следом идут два модуля с одинаковыми датчиками изображения. Это новые сенсоры Sony разрешением по 10 Мп с пикселями размером 1,12. Но объективы у них будут разные. Первый имеет диафрагму f4.9, угол обзора 11 градусов и обеспечивает 10-кратный оптический зум. А второй имеет диафрагму f2.4, угол обзора 36 градусов и используется для 3-кратного оптического зума. Ну что же, ребята, на мой взгляд, Samsung Galaxy S22 Ultra действительно будет топовым решением на 2022 год. Как вы знаете, компания Samsung с каждым годом выпускать все лучше и лучше свои флагманы. А S-серия это действительно флагманская серия. Но тут есть небольшая неразбериха, если так можно сказать. То есть некоторые инсайдеры уверяют на что мы не получим ноут серию. Некоторые инсайдеры уверяют на что мы получим ноут серию. Те, которые уверяют на что мы не получим, думают, что S22 Ultra станет тем смартфоном, якобы ноут смартфоном, который будет поддерживать стилус, который будет иметь отверстие для стилуса. Но может так и быть. А может действительно мы получим S22 Ultra в качестве ноут серии. Но поподробнее мы узнаем только перед премьерой данного смартфона. Как вы видите, действительно мы получим топовые характеристики, топовые процессоры. И на мой взгляд уже давно дракон не является таким претендентом на первое место. Тем более сейчас есть и Kirin, действительно неплохой процессор, и Mediatek, и Exynos. Все сейчас идет к тому, что в скором времени дракон уйдет на второй план. Как мы знаем, недавно даже Google компания сделала свой процессор для своих смартфонов. И это действительно заслужит внимания. То есть уже все производители намотали себе на ноут, что лучше сделать свой процессор, потратить там несколько миллионов долларов. Но зато вы не будете зависеть от другого производителя, что является большим плюсом. Тем более сейчас, в непростое время, в коронавирус, в пандемию, санкции вот эти всевозможные. Как мы знаем, компания Huawei очень страдает из-за того, что Америка ввела на данную компанию санкции. Samsung Galaxy S22 Ultra действительно получится топовым решением. Super AMOLED LTPO экран с переменой частотой обновления изображения 120 Гц, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ своей флеш-памяти. Основной датчик изображения разрешением 108 Мп говорит нам о том, что мы получим действительно топовое решение. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok